Без нормального и цивилизованного диалога между властью и обществом нормальную страну не построить, считает губернатор Одесской области Эдуард Матвейчук. А такой диалог возможен, если в стране нормально развито гражданское общество. Конечно, хорошо было бы, чтобы его построение начиналось снизу. Но порой нужен просто намек, чтобы люди зашевелились и не боялись задавать власти неудобные вопросы. В частности, таким намеком может быть объявление 2015 года годом гражданского общества в Украине. Этой теме, приуроченной к 22-й годовщине независимости Украины, и было посвящено заседание в облгосадминистрации, на которое были приглашены главы районных общественных советов Одесской области. Сам губернатор в своем приветственном слове отметил, что, несмотря на ехидные замечания некоторых критиков, он считает, что все, что он делает, правильно. И призвал общественников чаще выходить на диалог. А за властью дело не станет. Власть будет занимать очень активную позицию. Власть не будет плестись в хвосте всяких событий, которые происходят в Одесской области. Она не будет занимать выжидательную позицию. Власть будет идти во главе всех тех событий, которые происходят в Одесском регионе. И это будет позиция и дальше продолжаться. Также губернатор заявил, что в свою команду он будет набирать только такие кадры, которые сумеют проявить инициативу и справиться с поставленными задачами на местах. Таким, кто дожидается помощи из облгосадминистрации, плачется, что денег нет. С губернатором не по пути. Что же касается построения гражданского общества, то определенные шаги в этом направлении делаются на самом высшем уровне. В Одесской области программы развития гражданского общества имеют все перспективы быть реализованными. Но все же главный элемент построения гражданского общества – самостоятельное объединение людей. В этом плане большую роль играют органы самоорганизации населения. Некоторые из них уже могут взять на себя определенные социальные функции государства. Нужно только желание самого государства, которое примет новую редакцию закона об органах самоорганизации населения. Органы самоорганизации обладают уникальной, смешанной, общественно-публичной природой. И если мы эту природу не отстоим, тогда мы не сможем реализовать все наши задачи. Имеется в виду включить инициативу и ресурсы микрогромады и в то же время обладать какой-то возможностью эти интересы защитить и реализовать. Органы самоорганизации населения могут взять на себя функции местных органов самоуправления. Тем более, что похожие проекты реализованы в Николаевской, Луганской и других областях. Но нужно принять соответствующие законы. Анатолий Косин, Екатерина Булычева, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг».